девочки всем огромный огромный привет как ваши дела как ваше настроение надеюсь что у вас все благополучно и все хорошо сегодня стартует новое моё видео многие заинтересовались когда я проанонсировала его а именно это обустройство моей швейной мастерской я уже стою кстати говоря в обновленной вы видели что выглядит она выглядела не очень хорошо у меня здесь был настоящий склад всего чего угодно всех материалов которые у меня имеются и вот наконец-то я привела свою мастерскую в порядок сегодня будет первая часть и вторая часть последует за ней чуть чуть попозже потому что в одну часть просто все у меня не уместится в этом видео мы с вами разберемся с журналами разберемся с выкройками а я просто уберусь уберу все лишнее оставлю только все самое нужное и немножко поработаю с рабочей зоны и вот так она симпатично будет выглядеть а во второй части уже будет разбор тканей фурнитуры нитки организуем с вами удобным образом зашьем коврик также чехол на доску ну и так далее в общем не хочется сильно торопиться из пихать все в одно видео поэтому будет две части надеюсь что вы не против и надеюсь что вам будет интересно если так то не забудьте пожалуйста мне дать знать об этом как обычно вашими комментариями и пальчиком вверх все приступаем итак девочки показываю вам свой погром и позор и мой позор да но у меня есть пять причин почему здесь так все непонятно и не очень красиво но сейчас об этом не будем а давайте же приступим наконец-то к делу и судя по всему все таки я начну наверное с выкрой потому что что-то я там искала прям вот сюда на пол все складывала знаете когда в комнате не идеальная чистота то чистоту поддерживать смысла вообще нет и желание тоже отсутствует поэтому конечно же лучше чтобы все было вокруг чисто опрятно и красиво и тогда вещи будут убираться сами собой потому что не захочется портить пространство и мусорить там где очень прилично это кстати такая известная тема в быту она работает на самом деле тоже все начинаю разбирать свои выкройки выкройки у меня самые разнообразные вики соус грассер и конечно же бурда за это лето я достаточно много сшила всего времени на разбор не было особенно и я прям вот складывала сюда все на стол и в общем-то да пришло время все разложить по полочкам мне очень нравится когда располагают выкройки вертикально подвешивают их мне кажется что это и красиво и удобно многие девочки советовали складывать детали выкройки убирать файлик файлик подписывать ну в общем то это достаточно тоже удобно насколько я могла себе представить но единственное что наверное все таки имелись ввиду детали из кальки вырезанные потому что вот например да у меня там вот яна какая-нибудь или да все что угодно посмотрите сколько бумаги когда это на листах а4 на офисной бумаге распечатывается то сложить свернуть это для того чтобы поместилась файлик мне кажется просто невозможно вот поэтому все таки я наверное остановлюсь на первом варианте кстати говоря вот сейчас разбираю и смотрю детали из бурды электронной выкройки не подписаны детали вот я если честно даже уже не помню откуда этот рукав это наверное от платья зебры да там был рукав и на основании этого рукава я строила вот такой рукав крылышком то есть тоже не это подпишу все рукав крылышко мне кажется потому что я обязательно еще воспользуюсь этой выкройкой мне очень понравился конкретно очень мешанина просто ничего не понятно также многие детали выкройок нужно будет подремонтировать потому что я так понимаю что клеют этот карандаш очень недолговечный и много чего отклеилась я наверное лучше подклеить скотчем либо двухсторонним скотчем а это моя основная выкройка базовая которую я строила сама и по которой кстати никак не сняла я видео хотя обещала многим девчонкам и по идее мне бы тоже ее обновить уже потому что эту я строила ну наверное лет семь назад хотя у меня фигура не сильно изменилась за это время но тем не менее было бы интересно может быть я все-таки этим займусь на основании этой выкройки я очень много сшила платьев вот все первые платья которые у меня были я не была еще не в курсе что есть готовые лекала мне кажется их может быть тогда даже еще и не было и до журнала бурда почему-то я тоже еще тогда не дошла а вот пошла сразу вот таким вот опытным путем построила себе базовую выкройку и на ее основании шила себе платье такс ну-ка ну-ка уже что-то у нас тут имеется мистер минутка в деле богдашка поздоровалась с девочками сейчас сложно собирается или как обычно нормально все да даже если бы у нас была необходимость или большое желание купить мебель в каком-нибудь другом магазине не в икеа мы бы все равно не стали этого делать потому что лишать багдашку удовольствие пособирать до багдаш вот тоже не хочется и вот такая вот приятного цвета столешница из массива дерева да 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 отлично все сочетается так что икеа молодцы да как обычно но я наверное примусь тогда за зеркало немножко багдашка нас тут устал добавляешь утомиться немножко сейчас мы сыграем партию теннис итак выкройки распечатанные все с электронных ресурсов я разложила кстати многие были перефасованы вот таким образом и теперь я их буду скреплять вот такими зажимами по крайней мере это первое что пришло мне в голову а с этой стороны я выкройки буду подписывать для удобства использования сразу же ремонтирую выкройки которые уже отклеились вот например да вот здесь вот эта часть может отпасть соответственно и потом я ее никогда жизни уже не найду поэтому сейчас все подклею и уже в хорошем состоянии подошью и на самом деле в одном из последних ресурсов которым я пользовалась рекомендации были именно склеивать листы не клеем карандашом а небольшими кусочками скотча и сейчас я понимаю что имеет это место быть такой способ потому что скотч как известно он может починить все что угодно и если что-то не починил то значит просто мало скотча добавили все сложила и теперь соединяю все листы вместе хорошо зажим держит никуда ничего не денется здесь кстати и подписывать не надо все видно и так все продолжаю работать дальше со всеми со всеми выкройками последняя моя юбка лео также складываю выкройку чтобы она не занимал так много мест потому что юб соответственно длинная пока что так пишу просто чтобы не потерять но лучше конечно же распечатать прям картинку с изделием возможно прикрепить описание пошива я просто редко их распечатываю смотрю сразу с телефона но если есть все сюда можно добавить очень много деталей платья веке например важно чтобы ничего не рассыпалось не потерялось принципе я конечно найду но лучше лучше не искать не путаться вот например платье вот это я его подписала бы сразу в платье зебра чтобы было понятно по принту того платья которые я сшила по данной выкройке но здесь даже можно ничего не подписывать потому что у меня уже распечатана картинка в общем то уже и так все понятно уже готовые скрепленные выкройки я буду цеплять вот на такие плечики но это вот пока что что мне взгорело первое в голову плечики я буду вешать на зеркало сзади там имеется специальная перекладина пока что сделаю так это будет любом случае намного удобнее чем просто хранить эти выкройки в горизонтальном положении а что помещаю вот сюда зеркало мы собирали сами вместе достаточно удачное оно получилось буду делать много фоток теперь зеркало и выкладывать в инстаграм в дальнейшем конечно я выкройки распределю все либо по группам брюки топы платья либо можно распределить также по ресурсам бурда или это допустим вики соус либо можно еще допустим распределить трикотаж либо не трикотаж ну то есть масса разных вариантов здесь самое главное определиться с тем что удобно в данном случае лично мне ну и вы тоже смотрите и конечно будет интересно узнать как вы храните ваши выкройки удобен или не очень для вас этот способ также у меня есть несколько выкроек на кальке но скажу сразу это вообще неудобно потому что многие я уже выкинула просто потому что бумага тонкая если хранить так как хранила я то соответственно очень быстро она выйдет из строя это те выкройки которые мне очень нравятся поэтому я их сохраняю сейчас я их такой резинкой обмотаю вот так и уберу ящик я их пока что беру просто в ящик а вообще мне нравится как они смотрятся вот таким образом вертикально поставлены в какую-то интересную симпатичную емкость и создает это все такой творческий настрой на мой взгляд с выкройками разобрались нужно мне следующим шагом приступить к раскладке тканей но наверное это мы сделаем чуть чуть попозже пока что я просто все сложу в одно место и хочется мне все таки вот с этой кучей разобраться для того чтобы ну здесь более или менее было прилично хотя уже 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 хотя бы хотя бы чуть-чуть получше стало и в этих пакетах и ящиках у меня хранятся кстати говоря совершенно не швение дела здесь у меня все для сезонных поделок и в том числе очень много дерева которая вот я не знаю куда-то его нужно убрать здесь мне кажется ему совершенно не место вот в этих коробках все для скрабукинга которым я тоже занималась удовольствием и который кстати говоря не хочу тоже забрасывать потому что вы даже смотрите мы делали помните не для не помните это было просто сто лет тому назад делали вот такой альбом и я его к сожалению так и не доделала а мне очень хочется все-таки завершить его если не видели вдруг это видео то поиските она есть у меня где-то наверное в плейлисте прочих хэндмейд если интересует вас эта тема что еще у меня здесь есть заготовка для часов кстати говоря тоже вот я и между прочим не собираюсь прощаться с этой мыслью думаю что все равно я это тоже когда-то сделаю смотрите такая книжка интересная есть кстати говорят они не просто так лежат все вместе вы смотрите здесь и для брошка есть какие-то идеи вообще-то раскраска да и книга для творчества и вдохновения можно через кальку переводить раскрашивать в общем я в ней прям помню зависала одно время интересно очень вообще похоже на раскраску антистресс а здесь очень много у меня скраб бумаги тоже по идее бы это все привести в какой-то божеский вид но хотя здесь знаете ну как бумага и бумага лежит и лежит но тем не менее тоже нужно бы это все аккуратно разложить и здесь же оставить потому что больше у нас помещения для этих дел не осталось раньше вот в этом помещении у нас было склад где можно было просто все сюда спихнуть здесь темно и темно никто ничего не видит правда искать конечно ориентироваться таких условиях достаточно сложно если вдруг что-то понадобится часть лежала у меня в комнате вот здесь тоже видите несколько коробок с бумагой наверное сейчас я займусь этим сложу всю бумагу в эту коробку коробочку такой уже будет разместить не так сложно а можно будет для этого выделить отдельную ячейку покупала я некогда вот такие наборы но это прям вообще кайф особенно если кто ждет малыша например по крайней мере так было у меня хотелось обязательно непременно сделать что-то своими руками помастерить мне кажется это очень немногих такое бывает также здесь есть и ткань вот можете посмотреть потому что я обложку богдана делала для скрабукинга тоже своими руками прошивала на машинке всякая всякая такая интересная бумага приятных оттенков ой это все кайф я конечно никогда в жизни не выкину я это очень люблю все вот такие вот братцы посмотрите я даже по моему ни один не использовала смотрите какая красота они металлические отличные малышня а это так выглядел сертификат на мою работу как фотографа между прочим да 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 боже мой чем я только не занималась а это просто офигеть можно вот такие салфетки красиво скрабукинги использовать они ажурные здорово смотрятся в общем здесь инструменты и чего только нет не буду сейчас заострять внимание на этом моменте если вдруг интересно вам полазим вместе посмотрим просматриваем что у меня есть что делала что может быть сделаем пишите в комментариях а пока что я быстренько быстренько это все соберу и уберу собираем подставки под журнала с мироном сегодня случайно заболела утром горло да молодец все правильно вот так смотрим сначала вот это вот такие вот подставки а самый-самый простец какие стоят 45 рублей две штучки я думал что я взяла 4 а на самом деле получилось что я взяла 8 потому что они скреплены друг с другом были я не поняла что в одной упаковке две сразу идет будет удобно и мне уже посмотрите что сделали ой как здорово смотрится прям очень-очень так творчески полочка та самая прикрепили эту штуковину сейчас крючки нацепляю купила я по моему только лоток только продолговатый можно было еще стаканчик тоже купить ну посмотрим пока посмотрю как удобно неудобно будет мне выглядит очень-очень классно отличные мы с тобой сделали емкости для хранения так так о как красиво получилось что сделаем романтику романтика она же никогда не повредит и еще зеленушки можно немножко добавить так как здесь нет окон то соответственно натуральные цветы расти не будут я против искусственных кстати говоря ничего не имею из этого пакета вытаскиваю все цветы что здесь какая-то флора всякая разная которая на первый взгляд кажется что вряд ли пригодится но как показывает практика все идет вход когда есть вдохновение когда есть задумка материалы нужны всякие разные чем больше тем лучше поэтому их аккуратненько сейчас сложу вот такой ящик в пакете конечно это неудобно и некрасиво такая же птичка кстати говоря у меня оставалась можно ее поставить будет на полку ранетки кстати с ними классно сделать осеннюю композицию я может быть созрею ленточки я сложу отдельно коробочку чтобы все ленты были в одном месте промежуточная уборка все лишнее более или менее прибрала остались здесь два ящика с тканями их мы разберем чуть чуть попозже пока что мне бы хотелось все расположить так как это уже будет находиться сейчас я уберу оверлок этот маленький столик я отсюда уберу подвину этажерку и установлю сюда вот этот стол он будет выполнять роль в консоли а иногда роли и рабочего стола два в одном аверлоку уже год я ни разу на нем еще не шила но скоро скоро точно что-нибудь пошли парочка у меня осталось тоже сейчас сделаю это и соберу ящики ну пока что вот так получилось по моему неплохо столик весьма неплохо смотрится в виде консольного но опять же скажу за ним можно работать а сюда напрашивается какие-нибудь может быть картинки или постера сейчас я до раскладываю оставшиеся журналы также по папкам но наверное сейчас я прям помню я сразу же буду делать сразу же буду подписывать года 12 и 13 14 15 16 17 по два года наверное получится у меня в одну папку будет достаточно удобно пользоваться ими и совершать поиск нужных моделей столик этот кстати говоря вы наверняка узнали это тоже само собой икея ну-ка ой какой-то сильный мироша занимает спортзал и этот столик не отдала свекровь за ненадобностью она новой себе купила а этот достался мне по наследству я обожаю такие подарки всегда принимаем их с удовольствием и кстати говоря его нужно помыть он пока перевозился туда-сюда уже пришел немножко в негодное состояние сейчас я прям хорошенько с чистящими средствами и его помою и попробую потереть этот стеллаж может быть желтизна уйдет ну и по сути этот органайзер смысла не нет без дополнительных опций я взяла вот такой контейнер посмотрим как это работает ё-моё мы ее неправильно повесили надо было вот так интересно получится сейчас мне самой справиться с этой задачкой но слава богу сообразила как это делается все теперь все нормально будет вот таким образом так здорово расскажите девчонки любите ли вы такими штуками заниматься обучиванием обустраиванием и так далее мне кажется что это очень здоровское занятие ну я сейчас просто навешу в хаотичном порядке а потом посмотрю как мне будет удобнее ну и сразу все таки я решила разложить журнала как положено по годам уже сразу было удобно начала шитья где-то заинтересовалась шитьем в двенадцатом году и двенадцатом году уже датирован первый журнал который я приобрела сейчас посмотрим в каком году я была более всего активна активно в каком году больше всего журнал покупала это кстати совершенно не обозначает что я также активно шила по ним так шестнадцатый год кладем его вот сюда семнадцатый сюда шестнадцатый восемнадцатый осмотрим значит двенадцатом году у меня был один журнал его я положил вот в эту стопку вместе с четырнадцатым четырнадцатый год то есть в тринадцатом получается я вообще чем покупал двенадцатый четырнадцатый пятнадцатый меня пойдут вот сюда а вот шестнадцатый семнадцатый и особенно восемнадцатый самая-самая толстая подшивка за восемнадцатый девятнадцатый двадцать первой два всего лишь журнальчика и двадцатом вообще всего лишь один видимо я уже тогда поняла что смысл покупать бумажные выкройки нет и подписываем пока что просто карандашиком ну что девочки мой уголок готов посмотрите какая прелесть получилась принесла цветочки для настроения очень здесь все удобно оказалось для меня поставила сюда игольницу здесь ножницы мелкие то что все время у меня теряется вот такую еще докупила тоже сюда удобно ставить журналы какие-то повесила сюда девочку нашла когда разбирала журналы с этой картинки наверное началась моя любовь к шитью то есть я просто ее увидела мне очень понравилось это платье я подумала почему бы мне такое не шить с тех пор я задумалась о том что надо бы и мне научиться шить полка подумала я что можно даже наверное было бы сделать еще одну смотрелись по ней интересно вот так вот ну мне достаточно пока она больше выполняет декоративную функцию так дальше идет мой комод с тканями сверху здесь не обращайте внимания я уже буду готовиться скоро к осеннему декору и все таки я еще разочек съезжу либо в океане либо может быть в Леруа Мерлен посмотрю там очень много есть разных постеров хочу я вот сюда пару постеров каких-нибудь прикупить чтобы было поживее понаряднее можно также на стила что-то будет поставить но с этим у меня проблем нет сезонного декора у меня достаточно много просто сейчас моей основной целью было просто прибраться в этом помещении чтобы комфортно себя в нем чувствовать чтобы было вдохновение для творчества и так видно X2 ọi目 Редактор субтитров texture 확인 सубтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok